С добрым утром! У нас утро раннее. Вот еду на первую смену. А, вот что он тут покосил. Что у нас тут на этот самый сосед носился с пилой вчера? Я как-то так была занята и не... Увидела и слышала, но не обратила внимания, что именно он там косил. Оказывается, все ветки покосил. Чтобы лучше, наверное, видно было. А может, не знаю. В общем, еду на работу. 11 градусов. Вот вы мне скажите, как может быть в конце июля 11 градусов? По-моему, уже все остановилось в росте. Единственное, кто еще меня радует, это огурцы. Помидоры потихонечку, только-только сейчас начали цвести. Так относительно хорошо. Все время хочу снять свою несчастную капусту. Потому что она не то, что ударилась в рост, а по-моему, она уже даже ударилась в бега. Вот сегодня у меня первая смена. Приеду, посплю, а потом, может быть, это самое, срежу хоть что-нибудь. Потому что я так радовалась этой капусте. Ну, в общем, по-моему, Бобик сдох. Ну, вернее, перерос Бобик. Вот такие вот дела. Лучшее время суток. Тишина. Блин. Раскручивает вот эту хрень. Она лежит на это самое, на земле. А скоро заморозки будут. Блин, ладно, хотя бы так висит. Скоро будут заморозки. А когда эта штукерация замерзнет, тогда не работает. В общем, тогда не работает она. Тенденциат и все такое. Желательно не оставлять это устройство лежащим на земле. Ну что, с добрым утром номер два. Вообще еще где-то, еще 12 нету. Сейчас, не знаю, кто-то мне сейчас. Сейчас 11.16. Вот хорошо, когда вот ты на работе, а на работе это самое. Приходят посылки. Вот пришла мне посылочка. Прямо, как говорится, из первых рук. И мне пришла вот такая штука. Я увидела его в интернете. Это этот пауэрбанк. И не простой, а золотой. Вот такой он, это самое. На солнечных батареях. Представляете? Если вдруг свет гавкнет, я так, раз его под солнышко. Он зарядился, я подумала, раз туда мобилочку. Представляете, вот такая штука. Китайский, конечно. Ну, не знаю, китайцы, они вроде как... Байни... 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 Байнинлин, блин. Чуть вы шепчешь. Название такое. Если кому понадобится, могу ссылочку кинуть. Вдруг вам тоже такое надо. Тут куча всяких этих самых входов, выходов. Включить, выключить. Но он, по-моему, этот микро-USB. Можно туда всунуть два USB-шки. А питается от микро-USB. Так, это что такое? Не знаю. Это, наверное, когда... Вот. В общем, будем экспериментировать. Китайский. А, у него с этой стороны вот такие эти самые. Это, наверное, солнечная батарея такая. Хотя, я не знаю. Что-то надо было оторвать. Хи-хи-хи. Хо-хо-хо. Такой у меня жуткий хохоток. Ну, и здесь как бы этот самый. Универсальная. На китайском. По-моему, на английском. How to charge this product. Maintains, precautions, security and features. Ну, куча. Также вот такая мини-наскальная живопись. Которая объясняет, что куда втыкать и куда вытыкать. Вот такие страсти. Вот. Только не завидуйте. Потому что он еще и не работает нифига. Китайцы, они, знаете ли, такие. Я так частенько у них какие-нибудь одежки покупаю. Получается так, что... Сейчас. Просто там мальчики это самое... Свои дрых-пых-пыхи запустили. И уже это самый шум пошел. Вот. И иногда покупаю там какую-нибудь одежку. Вроде смотрю, все по размерам. Прямо сантиметр в сантиметр. Вроде все нормально. Все должно быть. Приходят либо за малое, либо за большое. Хотя по сантиметру все абсолютно подходит. Вот. Так что вот такие дела. Так что китайцы, они, знаете ли, это... Друзья китайцы. Ну, все равно, есть очень хорошие вещи. Попадаются. Ой, очень качественные. И не очень качественные тоже попадаются. А по размерам. Ой, я не могу. Я тут на медне, значит, это самое. Запусть увидела такую очень красивую форму для мыла. Ракушка. Такая красивая. Прямо вот так вот красиво. Так как бы закрытая со всех сторон. Думаю, я закажу. Посмотрела на размер, который они там показали. Все должно быть под... Все должно подходить. Абсолютно все. Приходит. Вот такой маленький пакетик. Думаю, что там такое? А я заказывала, по-моему, четыре формы. А вот такой пакетик. Ну, ладно, соврала. Вот такой вот пакетик. Я, значит, достаяла. Эта формочка, она вот такая. Ну, не знаю. Там было сказано, что она как бы для мыла, но она больше подходит для свечей, эта форма. Ну, не знаю. Приеду, покажу, где-то дома где-то были. Слушайте, как же хорошо, когда вот есть, в данном случае у нас в Бентризе, вот эти наши любимые с детства сырки. Вот. Зашел, купил несколько штук. И все. Купила четыре штучки вот таких шоколадных. Вот. А то раньше поедешь, Горж, нахребешь их штук двадцать. Потому что раз в месяц приезжаешь. Ну, иногда раз в два месяца. В общем, взяла четыре штуки. Взяла фёшт прайс сайфеле. И это рыба сиг для моих пушистых иждивенцев. Ещё взяла себе таблетки снотворные. Иногда бывает, не могу уснуть. Режу небольшой такой кусочек. И сразу. И отвалила. Вот. Ещё была фамилия Шинка. Душуточная такая фамилия Шинка. Две штуки в упаковке. Две по сорок девять. Одна стоит двадцать девять девяносто. Так что представляете, какая экономия. Экономия. Так что я сейчас и вот увидела. Я увидела. Грильнете хилинглой. Такие куриные лапы. Паскетки пить. Девяносто пять сорок. Взяла, потом отложила, потом взяла. Думаю. Дешевле все. И не надо это самое долбаться. На этом мои... А, нет. Собрала. Ещё купила этот самый. Сухарики. Конечно, их можно сделать самой. Но это же надо тратить электричество. Представляете, какая продуманная. Аж самой страшно. В общем, такие вот... Вот такие сухарики. С чесночком. Свит-саур. Кисло-сладком соусе. Очень хочется клубники. Но я что-то в Бенпрессе не обратила на неё внимания. Сейчас заедем в спар. Может, там она будет. Малина за тридцать девять. Триста грамм. Клубника за шестьдесят четыре. Ну вот, всё-таки... Я, конечно, сейчас нудить начну. Шестьдесят четыре кроны за клубнику. Там, в общем-то, по-моему, четыреста грамм в этой упаковочке. Шестьдесят четыре. Я помню, эти четыреста грамм стоили тринадцать крон. Тринадцать. Сейчас шестьдесят четыре. Ну, представьте, они раньше стоили тринадцать крон. Тринадцать. За четыреста грамм. А сейчас шестьдесят четыре. зашибись можно конечно сказать что по типу вспомнила девка не вспомнила бабка девкам было тракте видов это же это же капец в прошлом году было 69 максимально вот которой я видела цену но сейчас уже ну даже даже топлива у нас стало дешевле в прошлом году летом топлива было 21 чем-то 21 крону больше 21 кроны сейчас дизель 19 30 то есть можно сказать что на две кроны упал но цены на клубнику сейчас июль месяц конец июля сегодня у нас какое 28 июля это уже время клубники норвежской норвежской клубники время локальной местной 64 крон я конечно не могу сказать что я прям такая жадная и вот я ни за что никогда не куплю за 64 куплю если мне вообще так как говорится вожа под хвост попадет и не вопросы даже не посмотрю за цену вот если если прижмется хочется ну блин это же лето в норвегии время клубники это июль в июле самая дешевая клубника тут уже июль заканчивается тихо на дешевая клубника дешевле купить клубнику замороженную 24 крона замороженная клубника по 500 грамм практически в три раза дешевле так покупаю покупаю замороженную кидаю в морозилку и достаю там по ягодки в чашечку кофе скажет обнаглела ты оксана обнаглела обнаглела ну что пора собирать чернику чернику черную смородину очень много очень много уже стала такая практически сладкая красота кисловатая еще чуть-чуть вот буквально денек-другой и можно будет собирать очень вкусная очень вкусная такая огромная ягода уже некоторые даже начинают опадать сказка но я работаю первая смена завтра послезавтра воскресенье надо будет уже ехать за вынужденным мукбанг очень вкусно воскресенье надо будет уже ехать забирать вещи с ярмарка воскресенье последняя смена будет лепота о фоксик уже заждался меня заждался меня ждать или черная смородина какая же красивая огурцы колосятся малина сверху колосится вот она вкусненькая такая где-то 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 уже это а где-то еще не это здесь тоже начали уже огурцы завязываться мелкорыльчатые пупырчатые ну и моя несчастная это капуста капуста пошла в рост просто трах тебе дох ну в общем да но зато надеюсь будут семена на следующий год надо искать позитив хоть в чем-то да надо искать позитив хоть в чем-то здесь тоже по выпирала но зато семян будет немеренно кто бы мог подумать ну это первый опыт мой первый опыт а вы пупсики все еще цветете вы мои бусечки мой радуете меня как но надо же петрушка пошла прям конь колоситься прям вот как и здесь хорошо то это у меня все таки по моему морковка и помидор дикий гигиенически правильный генетически изъяюсь правильный здесь у меня что-то должна быть среди солнечек должен быть не где-то там он он по моему завязался краснеет со стыда и укропчик пепе прет что сумасшедший надо будет его почекать что я наступила надо будет его почекать и засушить баклажаны цветут только и всего вроде как один завязался но по моему скопытился ты мой золотой а какой нос вздернул слушать я их тут и 2 и 3 4 4 штуки салатик будет со сметаной и даже немножко клубнички тут у меня поспела вон она красавица и фоксик у меня тоже поспел фокси но посмотри ты но посмотришь ты что на меня скажи я еще не готов я еще не навел полную абсолютную красоту фоксик фоксик но фоксик ну покажи свою себя я скажи такой красивый скажи привет моим почитателям папричка все-таки как-то вяжется потихонечку но у нас так дожди льет так дожди льет что просто слов нет чуть-чуть завязался не завязался завязался и развязался все а этот вообще странный такой он какой-то непонятно я думаю что вот-вот цветочки а он просто из середины как это баба нет по пальма какая-то вот он прет 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 с вроде смотришь сверху на вот эту пупочку вроде как цветочки а потом раз листик раз листик раз листик очень интересный помидор а здесь у меня джунгли помидорно-папрично помидорно-папричные ну короче что вырастет то вырастет наймен юс вы только гляньте а я-то и не видела их вон они какие генетически правильные генеалогически правильные без гмошные короче купил аж мяту так благоухает и кто-то бьет ее вот прям как дробью бьет но благоухает хорошо эти товарищи куда-то тянутся уже на сантиметров семьдесят пять вот только только сейчас начал какой-то цветочек там завязывать и там тоже а эти вроде как гляньте ты гляху какой толстопузик и там он толстопузик и здесь что-то пыжится здесь не знаю пушится не пыжится но цветет цветочками цветет и вот массе пусики даже не знаешь как их тут на одну треть фаланги в этом году прям помидоры прут шот дурные конец июля куда же выпрете то а вы ничего вроде так это прям даже с пол фаланги уже и там тоже что-то как-то не помидорный нынче год во всяком случае у меня потому что у меня обычно помидоры прям в первых рядах даже огурцы это не успевает помидором прут шутурные в этом году грусть тоска печаль томатная лучок уже три раза срезала все равно прет прет шутурной что там что тут при значит так надо в этом году как на заготовлю хватит на несколько лет вперед и сливка потихонечку набирает обороты зеленая правда если бы конечно не было дождей может быть она вела себя поприличнее так он такая фигня началась опаньки а что я тут нашла оказывается тут это что-то другое это не так это не это это такое оля алыча надо же еще такая это вот на маленьких этих самых может это подвой сушки и вот и вот и вот и вот там висит о его и вон и вон это получается наверное на лычу они сделали этот самый прививку калыче и сейчас часть из этих растет обычной сливой от внизу растет алыча о как надо же открытие сделала кто бы мог подумать маленько малиночка а вот там он фоксинг что-то коровки возбухают поза зайца да ты мой зайчик ты мой рыжий зайчик животик выставил лапу раскинул ду рыжий зайца а лапами а кто тут у нас лапами шерудит а фоксик он кто лапами шерудит и уже кушать пойдем пойдем мы золотой а и даже глаз один прищурил это шнад фоксик ты фоксик ты единственный код который так долго и тщательно моешься наверно всей планете или ты у нас невротик или я не знаю и 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